Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Влюбленный мужчина смотрит наоборот во все глаза, потому что три роскошнейшие, легендарные красотки появились в нашей студии. Это Гера Марго и Кэт. Радистка Кэт. Во всех кругах. Девчонки, невероятно рады вас видеть. Блистали вы сейчас в этом клипе. Вы обворожительны. Спасибо. Ну и сразу же хочется спросить, вот почему все-таки... Какого черта? Нет, ну почему какого черта? Почему не раньше? Вот так хочется спросить. Подожди, ты ей не то хотел спросить. Почему влюбленным мужчинам нельзя смотреть в глаза? Ослепляет. Чего непонятно? Потому что... Кто? Влюбленным мужчинам ослепляет? Влюбленным мужчинам нельзя смотреть в глаза, потому что прямо они тебя ослепят в глаза. Там же все написано, сказано, прочитано и заснято. Вот так вот. Я понял. Группа Стрелки у нас. Просим любить и жаловать, друзья. Ну наконец-то, наконец-то здесь эти барышни прекрасные оказались у нас в студии телерадиоканала Страна ФМ. Кстати, мы за кадром, вернее не мы за кадром, а девочки за кадром заметили, что у нас наша студия телерадиоканала Страна ФМ очень подходит группе Стрелки, потому что у нас тоже... Стрелочки, да. Все сошлось в это утро. Так что вы говорите, по ночам не работаете? А по ночам нет, нет, мы можем как-то так организовать РНДУ, договоримся. Слушайте, вообще у нас есть программа, называется она «Концертный зал», поэтому если есть желание снять в интерьерах нашей студии... Да что, зовите нас, пожалуйста, мы очень любим концерты. Конечно, обязательно. Мы вообще любим запросто-запросто-запросто, ну что, во-первых, очень весело зашли девчонки в нашу студию, они уже научили меня движению «Ловить мух», что это за легендарное движение такое. Это не ловить мух, это посылать стрелы. О-о-о! А-а-а! Это вот то самое, отсюда еще садово! То есть это поклонники так делают на концертах, да, то есть это флешмоб может быть такой? Да, мы их приучаем. Молодцы. Это новенькое, новенькое. Ввели в тренд. Ввели в тренд, молодцы. Кстати, поклонники, я надеюсь, что вы уже прильнули их телевизором и к радиоприемникам, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8-909-928. Я вот нашла, тут читать надо, да? Нет, там не надо, нет. Нет, там ничего. Читать не надо. Вк.com, Слыш, Страна FM, скоро вернемся к вам. Барабанная дробь. А знаете, почему все хорошо? Да потому что у нас в гостях прекрасные барышни из группы Стрелки. Здравствуйте, вы молодцы! Вот поэтому все отлично просто, друзья. А вы знаете, вы знаете, вы знаете, у нас есть день рождения? Ну-ка, у кого? У всех. У всех. Серьезно? Что за дата такая? Ровно два года назад, 4 июля, мы после 15-летнего перерыва вышли опять на садово. Точно! Прекрасная дата. Мы же читали про это. Эх, мы! Вот. А у нас сегодня так интересно, вроде как день без праздников считается. Да, у нас как раз была тема сейчас в эфире, что день без праздников, день отдыха. Ничего подобного. Это у вас. А у нас вообще праздничный праздник. Значит, мы, Лер, мы должны на государственном уровне, прямо после сегодняшнего эфира, позвоним куда надо и скажем, что 4 июля теперь не день без праздников. Уже никто никуда не звонит, уже все в Википедию потихом и заносят все. Самый праздничный. Ничего не надо никуда заносить, мы все сами занесем. Отрывной календарь. День рождения группы Стрелки, ура. Слушайте, ну вот день рождения группы Стрелки. Сегодня ведь есть потрясающий повод, почему вы пришли к нам в студию. Сегодня состоится презентация вашей новой песни. Да. Да, и сразу так глаза загорелись. Она наша любимая. Любите, да, эту песню? Да, очень. Ну-ка, давайте рассказывайте про нее подробнее. Адреналин она называется. Она медленная, она быстрая, она про любовь. Она... Нет, она танцевальная, во-первых. Она вот эта... Да, это песня «Ловлю мух». Ловлю мух, ну-ну. Да. Что про нее такого бы рассказать? Ну, во-первых, да, то, что она наша любимая, она нам очень нравится. Она очень нравится людям, и это самое главное, эту реакцию, обратную реакцию мы уже видим на концертах. Что еще про нее рассказать? Ну, песня, она такая, ее надо слушать. Что про нее рассказывать? Вот мы про себя можем рассказать. А песню надо послушать. Ну, хорошо. Раз вы такие загадочные песни, мы будем премьерить в конце эфира, так сказать, нагнетаемые детали. Ну, а пока давайте вот к этой теме вашего воссоединения. То есть вы собрались на дискотеку 90-х, вас позвали всех. И тут вы видели друг друга. Мы не собрались на дискотеку 90-х, а выступить. Да. Выступить. Я так и думала. Мы очень сильно готовились. Мы подошли к этому так же, как это мы делали 15 лет назад. Мы собрали всех-всех-всех девочек, которые были в Москве в этот момент. Надели лучшие костюмы, которые опять нашли. Скалькались костюмы. И все от нас про размеры еще, да? Да. Вышли на сцену. И это было феерично. Зал вообще не давал нам ни слова петь. И вот после этого мы подумали, что вот она слабая. Вообще пропадает-то действительно. Господи, где мы были все это время? Почему мы не выступали? И все. Мы сказали, ладно, ты иди, ты иди, а мы останемся. Ну вот в связи с этим вопрос у меня. Вот те песни, которые вы играли тогда, когда был оригинальный состав группы «Стрелки», вы же и с ними выступали на дискотеке 90-х. Конечно. Вот сейчас, насколько я знаю, у вас три новых трека. Да. Вот и дальше что будет? Куда развитие? Будет в ту же самую молодежную культуру? Либо же может быть... Во-первых, мы еще пока молодежь. Ага. Вот. Ну просто мы сейчас, конечно... Потому что молодежь до сорока пяти. Официально считается до сорока пяти молодой человек. Она мне сказала. А ты просто паспорт теряешь и делаешь, как будто тебе 35. Опять. А 45 в объект копит, ну и короче. Нормально все, да. Вот. Конечно, перед нами, на самом деле, большая задача стоит. И мы все время пытаемся ответить на этот вопрос. Верить в то, что мы молодежь? Нет. Это самая большая задача. Нет. Кто наша целевая аудитория, да? То есть для кого петь следующие песни. Потому что, конечно, глобально мы хотим потихонечку отходить от этих старых песен. Но есть там два хита, понятно. Но мы хотим двигаться дальше, какой-то смысл. Ну просто вот про мужчину песня, она прям вот те были молодежные старенькие. Да. А это прям такая секси-шпекси, прям рассчитана на мужичков. Ну вот. Она так и рассчитана на тех же самых мужичков, которые были парнягами. Ну повзрослели. И продолжается она в потрясающем ключе, потому что кроме Валерии Майоровой, которую я очень люблю, появились еще три девушки, которых я люблю больше. Да что ты! Вот они уйдут, а я останусь, чтобы ты знала. И тогда посмотрим. Ну вот пришли от Билли у меня. Она бросит в тебя. Брошу в него что-нибудь потяжелее. Столом тяжелым. Слушайте, вот мы с вами за эфиром обсуждали вот эту дивную метаморфозу, что песни все были о несчастной, печальной любви, но все рубились, всем было весело и классно. Очень весело было. Мы умели, как никто, так исполнять эти песни весело. А в чем секрет? Весело о грустном. Весело о грустном. Получается, просто вот такой кураж в коллективе царил, да? То есть вне сцены вы тоже были одним таким дружным коллективом, который... Вот у нас все спрашивают про коллектив, как работать в женском коллективе, чтобы у вас был клубок змей. Был? Вот я почему-то клубка змей не помню. У нас была одна только змея в нашем клубке. У нас была одна только змея, но она была не в коллективе. Вот так вот. За кадром была змея. Ну то вот так вот. Ну то есть вы сплотились против нее? Сейчас им телегу навела. Кто это? Кто это человек? На букву Т. На букву Т. Слушайте, вот сейчас модно, очень модно делать дуэты. Вот куда ни плюнь, везде там кто-то с кем-то поет. И сейчас вот вы наверняка сейчас вышли на сцену и обнаружили, что очень много современных исполнителей. Вот знаешь, там у нас миянин, шпиль, вот кто там еще? Грибы. Грибы, да. Эмот, эманатик, кто хотите. Вот с кем бы хотелось сделать дуэт? Заходи. Стрелки и кто? Геннадий. Геннадий. Кто это? Ты загадочный персонаж, который лейтмотивом через весь наш эфир проходит. Кто такой Геннадий? Не знаю. Ну это просто нормальная мечта. Геннадий — это мечта. Геннадий — это мечта. Даже не знаю, с кем хочется. Со многими хочется, если честно. Ну, например. Ну вот с грибами я бы успела бы. Давай, я записываю. С грибами я бы успела, кстати. Да, а как в такой же манере вот это вот все? Тут ты вам все представляешь? Они же в нашем стиле поют. Да, представляю. Какого-нибудь красавчика я бы с ними как раз бы успела. Отлично. Слушайте, а у нас в принципе сейчас беспрецедентные происходят… Уважаемые грибы! Грибы — предложение фильма Офея. А вы знаете, что они не дают ни интервью, они скрываются дома. А сейчас они явно раскроются. Они скрываются от нас. Уважаемые грибы! Они скрываются. Они подросли еще сейчас. Главное, чтобы стрелки не заметили. Поэтому понадобится. А то эти сумасшедшие девочки до 45-летней молодежи придут со своими красавчиками. Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос. Вот пока сценическая деятельность не велась. Вы между собой общались, дружили? То есть не прекращали это общение? Вот очень хочется поговорить про то время, которое прошло вне сцены. Это прошло даром, да? Не даром, я думаю, что все равно ничего даром не проходит. Бесценный жизненный опыт. Всякие вершины хотя бы по раскрытию себя. Вернемся к этому разговору сразу после градусов. Градус у нас что? Уважаемые градусы! Ну, вам не нужно быть одним, потому что у нас тут целая толпа народа в студии и телерадиоканал «Страна ФМ». И толпой это мы! И толпой пришли! Девчонки, вот начали такую интересную… Никита, смирись, у нас разговор по… Да ладно, ладно, я буду слушать, вставляй себе пять копейок. Про женскую дружбу и про то, чем вы занимались, когда группа распалась. Вот что вы делали? Вышли на улицу, думаю, ну и что теперь и куда? Нет, во-первых… Вышли на улицу… Вышли на улицу… Группа распалась… Кто здесь? Она немножко распалась попозже… А мы… Попозже от чего? Не стали тоже, да? Относительно от чего? Да, то есть когда вышли, она еще не распалась. Она, так сказать, еще катилась. Когда мы с Герой ушли, мы с ней сделали дуэт-бридж. Мы два года выступали, пели свои песни. Гер – поэт, композитор, певец. О, и сидит скромная! Почему я скромная? Она не скромная. Я не скромная. Просто с утра, я с утра просто. Она с утра, да. Вот. Потом… Я вот ночью пишу как раз. Слушайте, ну здорово! Вообще, ну изумительно. Короче говоря, что еще рассказать? А, у нас был клип, нам не снял Федя Бондарчук. У нас было замечательное кино. Прям офигительный клип, извините, классный. Пи-пи-пи-пи. А после этого, да, после этого уже все. Вот я уже прям подутомилась к тому времени. И я уже… С Герой-то. Меня поддостало чуть-чуть. Все, надо что-то менять какое-то направление. И я решила, что пора мне заводить семью, детей. И я ушла вот в это направление. Вот. Ну, а дальше я занималась творчеством, там своим личным. Детьми и т-т-т-т. А вот как дети относятся к тому, что их мамы – стрелки? Ну… Дети знают о прошлом? Они знают? Они узнали, получается, два года назад. Даже до этого как-то я вообще не афишировала. Мама и мама. Да, мама и мама. Вот. И два года назад они только узнали и оценили, пришли на концерт. И у меня сын… Я видела, как он стоял, как он грыз ногти. Он так нервничал, нервничал. Он такой… Вау! Он такой… Классно, классно. И теперь, если у него сейчас нужно… Он говорит… Ну, она в стрелках, понятно. Вот, кстати говоря, Александр Маршалл, прежде чем спеть дуэтом с… С кем он спел дуэт? С Текилой. С Текилой, да. Он консультировался у своего сына. Можно ли с Текилой сделать дуэт? Это нормально вообще? А, типа. И сын ему сказал, да, пап, все нормально, он клевый чувак. Может быть, дети советуют кого-то там послушать, посмотреть, на кого-то поравняться? У нас… У меня пока не такие большие дети. Нет, у меня все советуют, все в курсе. Что советуют? Что надо выпустить, какую песню, куда ее запустить. Дети продюсеры? Да, у меня очень продвинутые два товарища. Очень-очень продвинутые. Что слушают два товарища? Ой, все подряд слушают, но вот старший сидит на нашем отечественном рэпе. Угу. Да, он в тренде. Так. Вот. Что конкретно он слушает, я у него уточню. Ну, отлично. Ну, давайте послушаем еще песенку и вернемся после нее. Сразу поговорим еще с группой «Стрелки». Хорошо. «Утро страны» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Продолжается «Утро» на телерадиоканале «Страна-ФМ». У нас все здесь весело, зажигательно проходит. Здесь Гера, Марго. И Геннадий. И Геннадий. Я сама уже хотела добавить к этому Геннадию. Я же помню про него. Ну, что, веселимся? Отчаянно? Конечно. Конечно. Так, хотел, знаете, еще что спросить? Ну, мне интересно. Давай, давай, давай. Ну, что ты. А вот когда все-таки уходили из группы «Стрелки», чего больше всего не хватало из «Звездной жизни»? Почему скучали? От «Звездной жизни»? Нет, вообще ничего. Нет, вообще ничего. Наоборот, все. Я прям, я прям, было так хорошо. Я прям отдохнула. А то я от вас отличаюсь. Но при условии, что после группы «Стрелки» был дуэт, то там все продолжалось. Сценическая деятельность и так далее. Совсем после, то есть вообще ничего. Ни почему не скучу. Никогда не могло. Вообще в голову не приходило даже, что через 15 лет я опять выйду на сцену, опять в группе «Стрелки». Даже в голову не могло. Так, а вот Кэт приходила в голову. Как скучала? Да, я очень скучала. Вообще так скучала. Потом, когда надоело скучать, думаю, буду себя убеждать, что без сцены отлично живу. Убеждала, убеждала. Потом вышла на сцену, думаю, ерундой страдала 12 лет. Ну и все. И подумала, на сцене мне хорошо. И как пошла ловить? Да, и как пошла ловить? Не мог ловить. Это зайчиков посылать. Как я отвечу, зайчиков. У всех разной версии, что это такое. Посыл, посыл. Я выучу, я выучу. Тебе хлопать нельзя. Тебе Ларису не касало. Там, чтобы нельзя хлопать. Так, Гер, давай ты рассказывай. Ты скучала, не скучала? Ты как? Она никогда не уходила. Я никогда не уходила. Ага. То есть, прям до последнего, а потом раз и в новый состав влилась. У меня постоянно менялись составы. Постоянно. Что я только не пробовала. Что я только не пробовала. Просто у меня, так как я еще по образованию с актерской деятельностью связана. То есть, у меня и так получалось, что у меня то музыка, то кино, то театр, то какие-то фотопроекты. То есть, у меня много. Постоянно я вот в этом варилась и не скучала. И даже, наоборот, мне то внимание, которое раньше было, от него, его чуть-чуть многовато было. О, про внимание. Давайте про поклонников чуть-чуть поговорим. Я помню на одном концерте, вернее, даже это не один концерт был. Это был концерт в Олимпийском. И вы говорили в одном из интервью, что до концерта прислали, значит, 100 красных роз и одну белую розу. Потом на концерте... Зайчики! Зайчики! Белых роз и одну красную. Вот сейчас как вообще с течением времени? Ой, где ж тут? Тех людей, тех щедрых людей уже нет. Иных уж нет. А вот как же вот эти мужички, на которых рассчитаны вот эти секси-шпекси... Где вы вообще, я не понимаю? Которые в автосик заработали, куда они делись? Да. Те, которые заработали, они есть. Они присылают цветы. Кому? Почему? Скажем, никто не делится цветами просто. Нет, девочки, вы вспомните. Когда мы были в группе «Стрелке», я не про это. Нам продюсеры говорили, вам нельзя ни в коем случае говорить, что у вас есть поклонники. Потому что каждый, кто смотрит телевизор мужского... Конечно. Мужская особь. Естественно. Он должен думать о том, что... Он один. Он один, который может добиться расположения... Расположения. Все правильно. Это леди. Все правильно. Нам нельзя было говорить, что я замужем или у меня есть личная жизнь. И мы говорили, я свободна, мое сердце свободно, я в поиске. И поэтому все мужчины вот эти вот букеты присылали. А сейчас что мы говорим? Мы замужем, у нас 20 детей, 30 свиней, 40 котов и 5 кошек. И мужчина сидит... Чё-то не потяну, нет. Да-да-да. Чё тратят? Потому что свободный ходят в личной жизни. Давайте послушаем Вику Дайнека и вернемся в эфир. Давайте. Мы тут, между прочим, обсуждаем такие подробности, что и по 500 роз привозили, и всю машину укрывали, и даже машину дарили. Вот такие вот были поклонники, и девчонки застеснялись. Где сейчас та машина? Хочется спросить. О! Правда. Она уже не актуальна, уже другую машину муж подарил. Все хорошо. Так, девчонки, да? Да-да-да. У нас сейчас... У нас прям по курсу премьера песни «Адреналин» вашей. У-у-у-у-у-у! Мы так за вас рады. Поговорим об этой песне. Кто написал, откуда, о чём... Саша! Написал Саша, да. Саша написал. Адреналин? А фамилия у Саши есть? Какая у него фамилия? Диджей Алекс он. Диджей Алекс. Как вы вышли на эту песню? Предложил ли он вам её? Нет. Здрасьте. Он диджей Алекс. Вот так вот. Твою песню не знает. Он знает об этом? Леонид Величковский прислал эту песню, и мы приехали к Саше, послушали ее. К биджею Алексу мы приехали. Какой биджею? Саша, Саша. И нам очень понравилась песня. О чем песня? Ну о любви. Адреналин. Да хватит ты, что-то... Для каждого адреналин свой, но там в том контексте. Тексте. Который в песне. Для нас адреналин это, конечно же, он. Сто раз. Сто раз, да. Это сто раз. Сто раз, сто раз. Сто раз, сто раз, так скажу. Так, слушайте, ну вот раз уж мы начали про новую песню, мы ее послушаем буквально через две минуты. А сейчас хочется спросить, в самое ближайшее время, где вас могут увидеть ваши поклонники? Концерт у вас планируется? Очень много. Прямо планировано все. Давайте загибать пальцы. Ну да, 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 да. Что-нибудь, пару мест. Шестнадцатого часа. Нет, восьмого. В Воронеже. В Воронежце, готовьтесь. А восьмого где? Нет, восьмого нигде. А восьмого нигде. А восьмого? Сочи, Сочи, Сочи. Двадцать первого, двадцать второго. Мы в Сочи. Ля, 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 мы в Сочи. Причем мы приезжаем пораньше, нас можно видеть на пляжу. Не надо меня, спасибо, я сама как-нибудь. О бикини. Бикини рядом, а ты рядом лежишь. Давайте вернемся к адреналину. Пожалуйста, у меня сейчас адреналин у всех подскочит. Вот просто про бикини, бикини рядом. Виталий Калашников странный вопрос задает. Вопрос стрелкам. А действительно ли у вас был клип, где вы снились обнаженными? Как он называется? Хочет человек скачать. Действительно называется «Не любовь, качай». Прямо сейчас качай. Заряд бодрости на везде. Еще бы. Конечно. Я вчера, когда готовился к интервью, все клипы пересмотрел. Все пересмотрел. Какой тебе понравился? Мне нравятся все. Я ваш поклонник, да? А вы думаете, откуда вот эти 101 розы, вот эти автомобили? Да, конечно. А я вчера напевала вот эту песню. Солнце за горой, дучи в небесах. На самом деле у нас в репертуаре такое количество песен, которые нас сейчас просят спеть. Потому что мы поем отделение, это называет «За 40 минут». У нас там, ну, основные все хиты. Но есть много песен, которые нас просят спеть. Среди них есть песни, например, «Ты выбираешь сам». У нас она гиперпатриотичная, мы как бы не очень готовы ее петь, потому что такой контекст сейчас он немножко неуместен. И тогда она была, скажем так, заказная, да? Но она как-то пошла в народ сама по себе. Поэтому мы ее пели. Но мы ее сейчас пытаемся представить, как мы ее сейчас будем петь. Ты выбираешь сам. Лещницу к небесам. Ты выбираешь сам. Ну что, у нас сейчас актуален адреналин. Сейчас актуален адреналин, да, девочки. Давайте представьте песню. Вот прям у вас 10 секунд на то, что она вот так. Давай, быстрей, давай. «Ты мой адреналин». Мы ее представили, да? Молодцы. Ура! Ура! И премьеры картинки. Ну, для тех, кто смотрел премьеры картинки, но у вас потрясающий там стиль. Это пинап, да, девчонки? Да. Красотки. Смотрите, какое пришло сообщение от Ирины Весны. Обожаю эту группу. С самого детства слушала. Сейчас такая ностальгия чуть ли не до слез. Отлично, спасибо. Как публика принимает вашу новую песню. Что хотела еще сказать? Адреналин мне очень понравился, но есть у вас немножечко песня из другой оперы. Называется она «Я похудела». Я похудела. И похудела тоже. Я хочу быть худой. Я хочу быть худой, да. Очень клевая песня. Мне очень понравилась, я вчера слушал. А, да? Да. Гимн же Зожа, понимаете? Да, мы так... Недавижу эту песню. Почему? Она же крутая, она смешная, она прикольная, она такая мотивирующая. Абсолютно. Да. Да. Я вот че еще хотела спросить, я так плавно подвожусь. Вы же нисколько не изменились, ну-ка давайте вы давайте секреты здорового образа жизни. Кто сельдерей ест, кто йогой занимается. Нет здорового образа жизни. Вообще. Абсолютно. Я, это разные. Она или не ест, или ест что-то ужасное. Мы закончили? У меня тоже нет здорового образа жизни. Нет? А у Марго? У меня абсолютно здоровый образ. Она замучила меня своими планками. сразу упала с кровати на пол сразу планка стоишь держишь даже когда кетчуп ешь она что ты заказываешь не надо кушать кетчуп к столько еды всякой вкусно сейчас семена чия не знаю там сейчас вообще сезонные фрукты пошли печеньки печеньки то сейчас такие есть можно подожди про печеньки ну вот раз мы заговорили о том как правильно и хорошо выглядеть вы как артистки с таким колоссальным опытом и сейчас вновь покоряющие очень успешно сцену и шоу-бизнес может быть есть какой-то секрет успеха совет вот этим всяким грибам миа ендэн шпили вот этим всем от группы стрелки ешь кетчуп грибы ешьте кетчуп услышим ли мы в ближайшее время ваши песни стареньких которые знают все и ждать ли в санкт-петербурге выступление на так дома было вот станут петербург я помню проморгал в санкт-петербург три недели на причем у нас там было аж два целых канала еще поэтому все кто не хотел увидел тоже нам подарили много цветов это тоже был я какой-то прям везде скажите новый альбом с новыми песни там огромное спасибо вам с вами в это утро были лир майорова никита некрасов группа стрелки мы очень надеемся на новую встречу с вами да приглашайте нас все друзья это теле радиоканал страна fm будьте с нами дальше еще больше интересного а